Закончили работу с велосипедом Центурион. В первой части я все подробно рассказывал. Сейчас расскажу подробно про то, что в итоге было сделано. Итак, была проблема с кареткой. Она люфтела, она хрустела. Поставили новую каретку, заменили. Система в отличном состоянии, потому что очень интересная история. Каталась на велосипеде девушка и пользоваться передачами не умела. Спереди у нее была самая маленькая звезда. Сзади была тоже самая маленькая звезда. Соответственно, вот так вот это выглядело. Не стал выкидывать, решил показать. То есть заднюю звездочку сточили вот до такого состояния. И маленькую звездочку, соответственно, тоже очень сильно цепь подъела, потому что стояла цепь по диагонали. Ну, с другой стороны, это хорошо, потому что маленькая звездочка съедена. Здесь маленькую звездочку я смог поменять на аналогичную. И не пришлось менять кассету, не пришлось менять систему, потому что замена системы это там шамановская тысяча две минимум, плюс кассеты еще тысяча полторы. А так всего сто рублей за одну звездочку. Теперь, соответственно, я покажу, как пользоваться передачами. Как минимум поставлю здесь посередине. И здесь клиент сможет выбрать какую-нибудь самую любимую передачу, как обычно это бывает у людей. То есть одна-две рабочие звезды. И клиент сможет так же кататься, ему будет приятно и комфортно. Соответственно, весь ремонт обошелся только в замену цепи и в замену вот одной звездочки. Не меняли ни кассету, ни систему. Но пришлось отмывать. И систему пришлось отмывать очень много. Было такой жирной-жирной смазки. Какой-то литол или что-то в этом роде. Очень пришлось много отмывать передний переключатель, потому что он вообще практически не работал. И сейчас он очень туго достаточно ходит. Я его промыл ВД-шкой. Но пока ходит еще туго. То есть подождем ВД-шкой немножко там внутри под разъезд. Все это грязь. Будет работать намного лучше. Задний переключатель работает четко. Вообще все идеально. То есть поменена частичная трансмиссия. Ролик я не менял. Ролик чуть-чуть изношенный. Но я думаю, еще он 2-3 сезона. Велосфет 3 года. Еще 2-3 сезона он походит. И после этого, когда уже клиент будет менять опять по второму кругу цепь, звезды, трансмиссию, он, наверное, и ролики поменяет. Но пришлось поменять все рубашки, все тросики. Потому что старые были очень сильно закисшие. Это мы все поменяли. Так. То есть по трансмиссии все. Дальше по колесам. Колесам все было очень печально. Сейчас я покажу. Вот так вот у нас выглядит барабан. То есть он весь ржавый. Он весь съеденный. Соответственно чашки тоже там все убитые. Поэтому заднюю втулку пришлось бы менять полностью. Плюс восьмерка сильная. Как бы в таком виде колесо грязное. Да, достаточно. Соответственно клиенту было предложено либо переспецевать вот этот старый обод на новую втулку, либо купить новые колеса. По цене это вышло практически одинаково. Плюс передняя втулка тоже изношена. Требует переборки. А клиент хотел, чтобы два колеса было одинаковых. Поэтому мы поставили сюда два новых колеса. Делал их лучший мастер в городе. Не я, другой мастер. Самый лучший. Подобрали вот такие обода Alex Rims. Они под V-brake. То есть у них идет утолщенная стенка. Известно прослужат. Они намного дольше. Спицы нержавейки. По-моему то ли Sopim, то ли DT Swiss. И втулки. Сейчас я покажу. Втулки фирмы Pevit. Хорошие втулки. Прикольные. Качественные. То есть колеса новые. Обошлись дешевле. Чем было бы восстановить два старых колеса. То есть тоже об этом стоит думать. Когда вы сдаете велосипед в ремонт. Не всегда целесообразно ремонтировать. Иногда проще поставить просто новые колеса. Спицевать на хорошие спицы из нержавейки. Все это будет протянуто. И прослужит очень долго. Намного дольше, чем старые бы перебранные втулки. Например. Дальше. По резине. Опять ситуация очень интересная. Я записывал отдельное видео. Вот так вот у нас выглядит. Корт. То есть я стал вставлять. Ну клиент конечно видел. С самого начала. Когда он привозил свой велосипед. Я ему сразу показал. Что обода. В смысле покрышки. Уже имеют вот такие трещины. Соответственно. Когда привезли новые колеса. Я стал устанавливать старые покрышки. Слышу треск низок. Все порвалось. Все лопнуло. Вылетело наружу. То есть покрышки за три года с апреля. Видимо ездили на спущенных колесах. Не сильно накачанных. И лопнула камера соответственно тоже. Вот так вот ее выдавило. И она обува сразу же порвалась. Поэтому меняем на новые. Ставим швальбу. Почему швальбу. Во-первых они недорогие. Протектор у них примерно такой же. Как у старых покрышек. То есть клиент это устраивал. Он катался. Такая шашечка. Всесезонные он просил покрышки. То есть и летом и зимой. И по асфальту и по грунту. Будет очень хорошо. Плюс светоотражающая полоса. Это повышает безопасность на дороге. То есть вас будет видно. Это полоса. Когда машина едет. Она будет отражаться. И в принципе смотрится очень стильно. И обода. И покрышки. Велосипед получился вообще обалденный. Красивый. В чем фишка этих покрышек еще. Помимо светоотражающей ленты. Вот от них упаковка. Здесь есть кевларовая такая вставка. Внутри. Внутри вот здесь вот идет вставка. То есть это антипрокольная лента. Которая защищает. Соответственно покрышку от проколов. Намного прикольней. Чем брать обычные какие-нибудь дешевые покрышки. Так и. Еще у нас здесь. Внутри. Да вот обязательно обращайте внимание. Хотя рисунок абсолютно одинаковый протектор. Но есть стрелочка направления. То есть обязательно надо покрышки ставить. Чтобы они в правильную сторону крутились. Здесь можно качать до 5 атмосфер. Соответственно эти покрышки могут выдерживать вообще любого человека. То есть 5 атмосфер. Это можно килограмм 120 на него человека посадить. Накачать. И будет все хорошо. И вот тут видите даже в инструкции написано. Что каждые 30 дней проверяйте подкачку. Что у вас шины не спустили. Каждые 30 дней надо проверять. Ну конечно это желательно перед каждой поездкой проверять. Но вот даже в инструкции, в рекламке к этой покрышке идет вот такая надпись. Что хотя бы раз в 30 дней проверяйте как хорошо все это накачано. Итак, ну поправил я крыло. Соответственно тут все подзатянувши. Все хорошо, жестко держалось. То есть поставили новые колеса. Перекинули диски. И что интересно. Значит поскольку каталась девушка. Соответственно диски вообще в идеальном состоянии. То есть роторы очень прямые. Вообще не гнутые. Не потребовалась настройка. Что это значит? Это значит что девушка плавно очень тормозила. Не как мужики любят со всей силы надавить. И ротор очень сильно ровный. А у мужиков, когда они так хорошо затормозят. Юзом пойдут. Колодки сильно схватывают ротор. И он кривится. И скривляется. Блин. Соответственно ротора прямые. Все работает идеально. Ничего настраивать не пришлось. Только чуть-чуть бесплатно подкрутил колодки. Чтобы они плотнее прижались. Потому что износ колодок есть. И чуть-чуть зазор меньше сделал. Все хорошо. И рулевая также. То есть девушка каталась сильно. С бордюров по ямам не прыгала. Рулевая в идеальном состоянии. То есть рулевую перебирать не пришлось. Ничего не хрустит. Никаких люфтов нет. Но вот к сожалению катались люди в грязь. Да вот еще тут видно эту грязь. Ну и в принципе в первой серии я показывал. То есть сгнили. Каретка сгнила. И сгнили втулки. Вот это вот был самый большой недостаток у этого велосипеда. То есть следите за состоянием своего велосипеда. Желательно в грязь не кататься. Желательно его. Вот кстати покажу я. Какой грязный тормоз. Но я его не мыл. Я его не очищал. Он работает нормально. Кленту устраивает.